Бродячие собаки за свои агрессивные поведения зачастую расплачиваются жизнью. В столице отстрелом бездомных собак занимаются сотрудники муниципалитета Тазалык. Это бюджетный, но менее гуманный способ избавления от бродячих собак. По данным директора муниципалитета Тазалык, отстрел одной собаки с учетом НДС обходится в 417 цомов. Зоозащитники же категорически против методов городских служб по борьбе с бродячими собаками. Они неоднократно выходили на митинг с требованием создать рабочую группу по решению этого вопроса. По их словам, Кыргызстан является членом Всемирной организации по охране здоровья животных с 1994 года. Однако убивают животных варварским способом. Что мы делаем с бродячими собаками? Ну, во-первых, нужно понимать, что Тазалык занимается отловом, а также подбором бродячих животных. Ну, кроме этого всего, конечно, еще и функции Тазалыка входят отстрел собак. Отстрел зачастую агрессивно собак. Всегда эта тема муссировалась, всегда преподносилось так, что убивать собак это жестоко. Мы с этим полностью согласны, я как и директор тоже согласен. Но есть много случаев, когда это просто необходимо. К примеру, в основном мы ведем свою деятельность по заявкам. То есть к нам поступают заявки на колл-центр, с ГОМов, с квартальных, с директором детсадов. Поступают к нам звонки, заявки, где были замечены агрессивные собаки. Мы выезжаем, а наша группа выезжает, и этих собак, если прям вот онлайн эта агрессивная собака не нападает, то в основном это в ночное, а также в раннее дневное время происходит. Таких проектов было очень много, очень много. Со стороны гражданского общества очень много приходит различных организаций общественные, которые предлагают построить приют. Нам предлагают только лишь не убивайте, давайте вот мы построим приют, вы нам их поставляете, мы их будем ассигализовать и тому подобное, находите им новые. Но, к сожалению, дальше, чем разговоры, у нас это все не продвигается. В настоящее время в городе Бишкек нет ни одного приюта по содержанию бездомных животных, есть лишь фонды помощи. В 2016 году волонтеры в сотрудничестве с муниципальным предприятием «Тазалык» открыли приют. Инициатором были волонтеры. Но, к сожалению, спустя три месяца после открытия приюта от волонтеров не было ни дела, ни следа. На сегодняшний день данный приют не работает. По словам руководителя фонда «Добрые руки» Лариса Слободская утверждает, что приюты не будут решением этой проблемы. Результатом можно добиться только массовой стерилизации. Если это будет только одна ведь клиник, которая будет заниматься, то это будет очень долго и неэффективно. Любой ведь клиник, куда обратится человек с бездомным животным, или с животным, которое живет у него, но у него нет денег, например, простерилизовать, должна быть бесплатная государственная стерилизация. Тогда это будет массово и эффективно. Выход из этой ситуации есть. Это стерилизация. Но он обойдется в три раза дороже, нежели просто отстреливать бездомных собак. Также директор муниципалитета Тазалых добавил, что они готовы сотрудничать с организациями, которые хотят улучшить данную ситуацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...